Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжаю свои прогулки по району Южно-Портовой, по Дубровке. И сейчас мы с вами идем к одному очень интересному зданию. Это здание было построено деревянным архитектором иракского происхождения Заха Хадид. Это женщина. Она построила очень много различных объектов по всему миру. Вернее, была архитектором многих объектов. И вот в России тоже она спроектировала вот это здание. Это Доминион Тауэр. Вы знаете, когда я узнала, что архитектором этого здания является Заха Хадид, я вспомнила, что где-то я это имя и фамилия уже слышала, что это женщина-архитектор, уже где-то что-то я видела ее работу. И на самом деле это оказалось так, когда я была в Баку, меня привели и показали новое здание. Центр Дейдара Алиева, который я тоже проектировала, проектировала этот архитектор Заха Хадид. И там, конечно, на самом деле фантастические формы. Садо такое прям космическое. Я вам сейчас покажу здесь, вставлю. Вот здесь немножечко получилось не совсем. Вот здесь, конечно, даже несмотря на то, что достраивал, денег не хватило на изначальный проект, достраивал уже советский архитектор, все равно это здание в этом месте смотрится как такой громадный корабль среди девятиэтажек, среди заводов. И, конечно, оно все равно производит впечатление. Но если бы я не прочитала в интернете, что чья это работа, я бы, наверное, и не знала бы, что такой известный архитектор создал это здание бизнес-центром. К сожалению, архитектор умерла в шестнадцатом году. Вот, здание было это построено в четырнадцатом году. Посмотрите, вот это здание в Баку, о котором я вам говорила. Это здание центра Гейдара-Олива. Ну, такой выставочный комплекс. Внутри очень красивый. Действительно, такой вот, такие формы красивые. И ей принадлежит еще множество других. Я вам уже сказала, здание в разных концах мира. И в Лондоне, и в Баратских Эмиратах. Ну, в общем, такая была известная архитектор. И создавала очень красивые работы. И вот я не устаю повторять, что просто идя по улицам, можно найти в Москве такие объекты, о которых ты раньше, может быть, не знала, не слышал. И прочитав про них, ты понимаешь, насколько это интересно. Это работает, допустим, известного архитектора. И не все же это знали. Я, например, здесь мимо ходила, но никогда не знала, что это за здание такое. И, конечно, я его видела, но никогда не понимала, что это за здание такое. Вот, поэтому надеюсь, что вы будете гулять по Москве, внимательно смотреть на то, что вас окружает. А я с вами на этом прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока-пока. До встречи на моем канале. До свидания. Будьте здоровы.